Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 2009. Марка 9,49. Цитата. «Ибо всякий огнём осолится, и всякой жертвой солью осолится. Поясните, что это значит?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Марка 9,50. Цитата. «Соль – добрая вещь, но и же соль не солона будет. Чем вы её поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Левитам 2,13. Цитата. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль». «Соль предохраняет от гниения и от червей. Это качество дал ей Бог для сохранения. Человеческая натура склонна к греху, к лёгкости. То, что не имеет в себе соли, божественна сути, легковесна и кратковременна». Колоссинам 4,6. Цитата. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». «Осолиться огнем означает потерпеть закаливающие испытания по Слову Божию. Огонь имеет то же качество предохранения, когда уничтожаются гнилостные микробы. Человек, или дело испытанное огнем, легче сохраняется». 1 Коринфянам 3,12-15 стихи. Цитата. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 1 Петра 4,12. Цитата. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Здесь говорится о том, что предназначено к спасению, а не вообще о всем мире в настоящее время. И пословица говорит «За одного убитого дают двух небес».